МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте. Ну вот обычно мне заранее понятно, что чиновники скажут про Инопром. Важно, нужно, имидж региона и все такое прочее. Вы, наверное, можно вас так назвать, чиновник от бизнеса, представляющий интересы реальных компаний. Вот объясните мне, пожалуйста, крупному и среднему бизнесу, промышленности областной, вот Инопром зачем? Я вообще считаю, что нам очень сильно повезло, что такая промышленная выставка, международная промышленная выставка, она прописалась в нашей области. Поэтому нашим предприятиям можно, во-первых, себя показать достаточно активно и многообразно, и в то же время посмотреть, что в мире делается. С этой точки зрения, точки зрения продвижения, с точки зрения, скажем так, формирования какой-то промышленной политики, формирования своей технологической политики, Инопром, конечно, очень хорошее подспорье и с СПП, исторически, с самого первого, на самой первой выставке, а уже в этом году, я так понимаю, у нас 8 лет, поддерживала и максимально принимала участие. Можно несколько возражений все-таки по этому поводу? Значит, по поводу того, что себя показать. Вот ваши коллеги из Уральской торгово-промышленной палаты хвастались, что они вместе с областными властями пригласили в этом году байеров, вот этих представителей зарубежных компаний, которые занимаются как раз пиаром российского производства на весь мир. У меня два вопроса. Раньше не было у нас, что ли, этих байеров? Разве не для этого выставка проводится? Ну, вот, мне кажется, в этом году действительно произошло некое изменение, то есть если до недавнего времени, и почему, скажем так, может быть, вот этот скептицизм, он возникает в отношении Инопрома, в том, что это площадка для продажи нашим предприятиям, то есть продажи технологий внешних по отношению к сверловским предприятиям, нашим предприятиям. То есть, по идее, должны приезжать какие-то суперинноваторы со всего мира, а наши ходят и покупают, как на ярмарке. Да, а в этом году модель попытались слегка трансформировать, то есть показываем наше и приглашаем байеров, то есть покупателей со всего мира. Честно говоря, я была уверена, что изначально такая цель, 8 лет назад еще была вынаправлена. Она изначально была, но выстраивать это отношение, во-первых, привлекать к выставке внимание на уровне всего мира достаточно сложно. То есть вот уже 8 лет, и, соответственно, статус выставки, скажем так, ее продуктивность, она растет, и это самая быстро растущая выставка международная в мире, и поэтому я думаю, что просто доросли... По числу участников, правильно? Давайте сразу говорить, чем мы измеряем? По числу участников? Я думаю, что да, надо вычислять, потому что я думаю, что какие-то такие вот финансовые показатели очень сложно на самом деле оценивать. Мы еще вернемся к финансовым показателям. Пока у меня второй как раз уточняющий вопрос про байеров. Основные участники с нашей стороны, да, мы сейчас про Свердловский бизнес говорим, с нашей стороны это действительно крупняк, это крупные производители. И неужели какой-нибудь УГМК или какой-нибудь ПНТЗ, да, без участия торгово-промышленной палаты и областных властей не вышли на этих байеров давным-давно, не нашли себе вот этих вот новых покупателей или новых поставщиков за границей? Иногда складывается ощущение, вот честно вам скажу, что некой такой фиктивности всего происходящего. Ну, вот опять же, крупные предприятия, конечно же, обладают мощным маркетинговым ресурсом. Естественно, они сами прекрасно знают, что в мире производится, что в мире покупается и свою маркетинговую политику ведут сами. Тем не менее, они все выставляются на Инопроме и показывают те изменения, те какие-то инновации, которые прошли вот за последние годы. Но мы говорим в данном случае, очень важно о том, чтобы показать еще и средние компании, которых, ну, не хватает мощи. Самим выставляться или выезжать каких-то достаточно, ну, серьезные на разнообразные выставки, которые по всему миру проходят. И с этой точки зрения, конечно же, вот именно для таких компаний вот формат нынешнего Инопрома очень интересен. Кроме того, что вот вы сказали о байерах, еще одна форма активности в этом году предусматривается, это так называемый форм компонентов. То есть приезжают шесть компаний, таких как General Electric, Schneider Electric, по-моему, и... Пара российских крупных там, да, я видела этот список. И наши им предлагают свои компоненты. Да. И наша задача вместе с торгово-промышленной палатой в данном случае организовать такие вот продуктивные B2B-встречи. То есть не просто вот так собрали интересующихся 200-250 представителей, эти шесть компаний свои презентации показали, списки, скажем так, номенклатуры вывесили, пожалуйста, обращайте к нам, пишите, звоните. Нет. В данном случае выстраиваются по определенному графику еще и персональные встречи с вице-президентами этих компаний, которые занимаются организацией закупок. Мне кажется, вот этот тоже формат очень интересен, потому что, несмотря на то, что вот такие биржи-кооперации проходят в нашей области достаточно часто, результативность их очень такая низкая на самом деле. И вот я тоже не уверена, что получится прямо вот такой вот стопроцентный, естественно, выхлоп. Но я думаю, что если результат зацепится, показать удачные примеры, то потом вот этот формат можно развивать не только на инопроме. Марина Вшивцева, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Родилась в поселке Белимбай Свердловской области. В 1984 году окончила физический факультет УРГУ. В 1996 году Уральский государственный экономический университет по специальности финансы и кредит. До 1991 года работала инженером вне автоматики, ныне в ГУПНПО автоматики. С 1991 года в ТО Свердловская товарная биржа. С 1993 по 2002 годы в Уралсипсотбанке, начальником отдела ценных бумаг. А с 1994 года председателем правления. Занимала руководящие посты в ЗАО Уралсевергаз, УАО Уральский финансовый холдинг и представительстве ЗАО Ренова в Уральском регионе. Являлась директором фериала Ана Институт корпоративного развития в Уральском регионе. С мая 2008 года проректор УРГУ по инвестициям и стратегическому развитию. В июне 2014 избрана председателем Общественного совета при Министерстве экономики, кандидат политических наук. Давайте представим себе такую ситуацию. Я малый инновационный бизнес. Иннопромы – это вообще инновации в промышленности. Так-то, да, изначально? Да. В самом названии это заложено. Я произвожу, допустим, какую-то микро-микро шестеренку для какого-то огромного супертехнологичного станка. У меня действительно маленький бизнес, у меня небольшие обороты, но это инновационная шестеренка, которой, я уверена, нужна тому же General Electric. Как мне попасть на эту встречу и на этот инопром? Я тут очень простую калькуляцию провела. Я считаю, во сколько мне, как микрокомпания, обойдется участие в инопроме. Регистрационный сбор – 15 тысяч. Аренда – 8,5 тысяч за квадратный метр. Минимум, ну, там есть минимум 12,5 квадратных метров стенд – 102 тысячи. Нормальный стенд – это уже 250 тысяч. Участие в деловой программе, куда, очевидно, входят вот эти вот… Бесплатно. 80 тысяч рублей на сайте инопрома. Ну, тогда нужно обращаться в ССП или ТПП, чтобы мы могли рассказать. То есть, если мы регистрируемся на сайте, и чем раньше, тем лучше, потому что, ну, желательно вообще до конца этой недели зарегистрироваться, то, соответственно, участие в деловой программе бесплатное. А дальше, дальше, если вот есть задача, именно в рамках форума компонентов представить свою продукцию, то нужно выходить либо к нам, либо к ТПП, записываться, чтобы мы включили в тайминг встреч, понять, в каком конкретном предприятии вот эта вот инновационная шестеренка была бы интересна. И вы прям всех-всех-всех приняли? Или вам надо доказать как-то еще, почему моя компания достойна от этого? Мы же примерно понимаем, что такое наша компания. То есть, так или иначе, мы достаточно плотно работаем с участниками ССП, ТПП тоже ведет свои реестры, они понимают те компании, которые к ним обращаются, как правило, это участники ТПП, и, соответственно, мы просто помогаем укомплектовать их презентации, их возможности в некий более-менее такой вот унифицированный формат. То есть, вы хотите сказать, что участие для малого и среднего бизнеса, для стартаперов, для тех же, да, в инопроме, оно стало доступным, оно стало возможным? Посмотрите, вот здесь тоже нужно разделить по частям. То есть, если задача посмотреть, походить, посмотреть, увидеть, поговорить, поучаствовать в деловой программе, там, в качестве, не знаю, там, познакомиться, выстроить контакты, то это бесплатно, если успеть зарегистрироваться, скажем, в электронном виде, потому что те, кто не зарегистрироваться в электронном виде, они уже могут купить потом входной билет непосредственно, когда приедут на выставку. Для тех, кто хочет выставиться, тоже есть разные возможности. Во-первых, есть стенд Свердловской области, и если предприятие получало какие-либо преференции Свердловской области, известно, например, тому же самому фонду развития промышленности, фонду поддержки малого предпринимательства, то уже такие сюжеты не первый год происходят, то вот их инновационные разработки показываются на стенде Свердловской области бесплатно. Ну, если мы говорим про стенды непосредственно, то там уже, естественно, расценки, формики идут. В общем, рецепт такой, да, если ты малый инновационный бизнес, то сотрудничай с органами власти, с тростливыми союзами для того, чтобы затесаться в инопром, и лучше заранее это делать. Лучше все делать заранее. Хорошо, теперь по крупнику, опять же, по тому, который вставляется в инопроме. На условиях, конечно же, конфиденциальности и анонимности некоторые крупные компании мне рассказывали, что по идее инопром им, в общем-то, ну, не сказать, что там в самом приоритете в их бизнес-задаче, да и в их маркетинговом плане стоит, но они обязаны там участвовать так добровольно-принудительно, потому что это некий тест на лояльность к власти, который они не могут не пройти. Вот, и они платят очень серьезные суммы за участие в инопроме. Скажите, пожалуйста, вот Союз промышленников и предпринимателей наверняка в курсе такой ситуации, есть ли у вас жалобы, как бы и вообще что с этим делать? Ну, мы вот таких вот жалоб не получали, то есть ни в кулуарах, ни каким образом, потому что крупный бизнес участвует в многочисленных выставках, и, конечно же, степень патриотичности какой-то, наверное, тоже присутствует, но в данном случае, я думаю, что это еще раз возможность демонстрировать органам власти федерального уровня, а здесь прежде всего федеральная повестка, и сейчас уже увеличивается количество международных контактов в этом году, наверное, тоже в курсе, 20 иностранных делегаций будет, и, в общем-то, первый раз приезжает такая очень масштабная делегация министров промышленности стран Залива, поэтому я думаю, что интерес именно к маркетинговой составляющей, понятно, что вопрос, скажем так, джара, он присутствует, но и вопрос маркетинговой составляющей достаточно мощный. Марина Николаевна, скажите мне, пожалуйста, как экономист, как финансист прежде всего, да, но все-таки реально просчитать экономическую эффективность инопрома или нет? Вот сколько лет уже все эксперты просят аналитические записки раскрыть, да, о том, какие из продекларированных на инопроме контрактов действительно были воплощены в жизни, вот остались в бюджете, там, в виде налогов? Я думаю, что вот такую цифру мы не имеем, то есть, может быть, она где-то в недрах Минфины присутствует, но мы не имеем, у нас есть возможность оценить прирост на рамочных соглашений о том, что возможно потенциальное заключение контрактов, потому что прямые контракты, как правило, на инопроме практически не заключаются, это все работа. Или они заключены, там, допустим, в январе, на торжественное подписание первыми лицами, приурочили к инопроме. Но, тем не менее, опять же, мы понимаем, что ласточки в серию идут, были представлены на инопроме впервые, что, скажем так, определенные разработки наших военных предприятий, именно гражданская промышленность также представляется постоянно на инопроме, и задача, мы тоже знаем о том, чтобы выходить на 50% гражданской продукции, то есть технологии двойного назначения, где их показывать. Понятно, что их проще показывать здесь у себя дома. То есть в любом случае такие, скажем так, контракты, они возникают, и инопром в данном случае экономически в любом случае выгоден. Давайте поговорим об экономике области вообще в целом. Да, вы, я напомню, глава общественного совета при Минеке, и вот недавно вы обсуждали прогноз социально-экономического развития области на, там, два с половиной года ближайших. Марина Николаевна, можете сказать, вот в одном предложении, да, каков этот прогноз? Что с нами будет, и что станет драйвером нашего роста, если он есть уже? Ну, в любом случае, прогноз этот не вновь созданный прогноз, то есть это актуализация того прогноза, который был принят в прошлом, позапрошлом практически году, подготовлен он был к формированию стратегии 2030 в Северной области, и основан он, естественно, на прогнозных видениях Российской Федерации, ну, уже адаптирован под Свердловскую область. Тот прогноз, который был принят, он, в принципе, в общем-то, соответствует той действительности, которая есть. У нас в базовом сценарии, то есть сценарий, по которому формируется бюджет Северной области, заложен рост индекса промышленного производства 1,25, 101%, 0,25. Ну вот, в принципе, в принципе, мы знаем, что индекс промышленного производства за первый квартал текущего года даже превзошел эти прогнозные значения, и, собственно говоря, вот базис, необходимый для формирования бюджета и ответственностью бюджета, прежде всего, перед бюджетными организациями, он, ну, выполняется. Давайте я переведу немножко, да, на более такой человеческий простой язык. То есть тех денег, которые нам зарабатывают наши промышленники на зарплату учителям и врачам, хватит. И то, слава богу. Вот так получается. Вот прогноз, он, на самом деле, дает вот эту нижнюю планку. То есть если эта нижняя планка, скажем так, сохраняется, выполняется... То мы выживаем. То мы выживаем, и у нас возникает, если мы превышаем ее, то у нас возникают ресурсы для развития. Собственно говоря, прогнозов поэтому и три. То есть это консервативные. Вы сейчас-то понимаете, откуда ресурсы мы этим взяться? Ну, у нас же есть статистика, и мы по этой статистике видим, какие отрасли прирастают быстрее, какие отрасли падают. И, собственно говоря, мы видим, что достаточно мощно прирастают за счет факторов, то есть факторы прироста, это у нас машиностроительный комплекс. И здесь, в общем-то, переводить не надо, это военно-промышленный комплекс прежде всего. Это приведет госзаказам в том числе. Это госзаказ. То есть нам повезло, что у нас есть такая мощная нога в экономике, это военно-промышленный комплекс. У нас не падает, а растет ровно вот с этой скоростью, который сам базовый прогноз, металлургия. То есть это наша дуйная корова, которую нужно всячески релеять. Это приведет росту цен, восстановлению цен на металлы. Ну и здесь же еще нужно сказать, что металлурги с учетом девальвации, скажем так, пострадали менее всего, потому что они успели перевооружиться. И по большому счету, да. И по большому счету вот этот вот рост, по сути дела, двукратный рост рублевой выручки по импортным проектам дает основу для формирования инвестиционного запаса на будущее. Вот если говорить о таких вот драйверах, то надо сказать, что по первому кварталу 2000 текущего года очень так неплохо прирастает транспортное машиностроение. И это тоже, в общем-то, очевидно. То есть это выход на прогнозируемую проектную мощность уральских локомотивов. Это работа Уралбакомзавода. И это, в общем-то, тоже наша, ну, скажем так, визитная карточка уже становится с Урловской области. Она и была, ну, она укрепляется. Ну, нельзя не сказать о том, что вот такие вот макроэкономические показатели, это тоже такая вот двойственная, естественно, ситуация. Потому что если мы посмотрим факторы роста, то мы увидим опережающий рост тарифов, например. То есть вода, газ, тепло. Я думаю, что здесь тоже ничего объяснять не надо. Каждый из нас ежемесячно получает квиточки, где все видит, что так или иначе рост тарифов происходит. И я хочу сказать, что эта проблема уже стала нашими участниками, нашими промышленными предприятиями осознаваться как проблема. То есть вы знаете, что мы проводим социологический опрос ежегодно и спрашиваем, какие факторы негативно влияют на развитие предприятий. В этом году вновь тема тарифы естественных монополий встали в тройку проблемных факторов. Если вот в кризисные, в острые кризисные годы как-то были более, скажем так, болезненные вопросы, тарифы отошли на второй план, то в этом году тарифы снова поднялись на вторую строчку. Это говорит о том, что это вообще, говоря, проблема. Не только у промышленников, я вам скажу, поднялись они. Да, не хочу сказать, что даже промышленники про это заметили снова. Смотрите, вообще интересная такая ситуация получается. То есть действительно, вот отчет областного Минэка за первый квартал, промпроизводство растет. Да, причем хорошо так растет. Даже крупные и средние предприятия получили почти в 3,5 раза больше прибыли за минусом убытков. Да, классно. Но с другой стороны, оборот розничной торговли снизился, оборот общепита снизился, жилья построено в 2 раза меньше. А на мой взгляд, вот это как раз и является очень важными такими индикаторами самочувствия экономического и области ее населения. Ну, это вот основная проблема, это располагаемые доходы населения, то есть вот это вот падение располагаемых доходов населения за последние 2-3 года, они вот дали вот такой эффект, уже отложенный, по сути дела, эффект в тех секторах, которые являются потреблением. И поэтому здесь нужно единственное понимать, что экономика циклична, и то, что мы сейчас видим, и циклы, они не совпадают, они что-то идет вперед, что-то идет, запаздывают. И сейчас мы видим, что промышленное производство находится на уровне подъема, то есть выходит из зоны рецессии, то в следующем будет рост заработных плат. Это неизбежно, рост заработных плат, любых выплат. Жалко, что люфт такой длинный у нас получился в этом году. А эта ситуация, собственно говоря, она не может быть мгновенной, то есть так или иначе все происходит достаточно, ну, с запаздыванием. Ну ладно, вселили вы оптимизм наконец. Марина Николаевна, областной союз промышленников-предпринимателей недавно еще внес свой пакет предложений вот в эту губернаторскую программу «Пятилетка развития». Скажите, пожалуйста, у меня, собственно, один основной вопрос. Можно ли, в принципе, в нынешних экономических реалиях бизнесу что-то планировать дальше, чем на завтра, на послезавтра? Это очень хороший вопрос. Мы его постоянно обсуждаем в рамках рабочей группы о формировании стратегии как развития Свердловской области, так и муниципалитетов. Вот сейчас такая большая работа была проведена по стратегии, пространственной стратегии развития города Екатеринбурга. С одним вопросом, какой бизнес, например, в городе Екатеринбурге будет через 10, 15, 20 лет. Мне кажется, и это мнение многих экспертов о том, что мы не можем сказать, какой бизнес будет здесь развиваться. Но мы точно можем сказать, что необходимо жителям города Екатеринбурга и Свердловской области для того, чтобы они оставались здесь жить. Ведь основная задача бизнеса – это привлечь, прежде всего, профессиональные кадры. Это главный ключевой фактор. И создать комфортную среду обитания. Соответственно, эти профессиональные кадры должны здесь комфортно жить, правильно учиться, правильно лечиться, ездить по правильным дорогам. И их жизнь, она должна быть здесь, скажем так, конкурентоспособна по тем местам, где они на сегодняшний день готовы, скажем так, рассматривать свое местожительство. И только после этого мы можем, скажем так, с достаточно большой степенью гарантированности говорить о том, что прирост экономического капитала здесь будет после прироста человеческого капитала. Поэтому пятилетка развития, в общем-то, ровно про это. То есть, если мы выходим на третье, или у нас есть задача выйти на третье место среди регионов России, то мы должны понять, а за счет чего при отсутствии, по сути дела, полезных ископаемых, таких мощных, да, то есть у нас нет ни нефти, ни газа, при мощнейшем потенциале инженерного, скажем так, задела у нас мощнейшие заводы с компетенциями. То есть в чистом поле что-то с нуля вырастить очень тяжело. Нужно строить на том, что уже есть. А есть прекрасная математическая школа, прекрасная школа физико-технологическая школа, прекрасная химико-технологическая школа. То есть у нас, в принципе, условия для формирования новой экономики, оно созданное. При этом есть мощнейшая утечка мозгов. Причем уже не только за границу и в столице, но и в соседние города. Вот утечка мозгов, это ровно про качество жизни. Будет качество жизни, будет стабильность в этом вопросе. И не зря сегодня, когда бизнес проектирует, вот предыдущие наши темы об инвестициях, если бизнес проектирует тот или иной инвестиционный проект, он обязательно смотрит, что в окружении его объекта будет находиться. Потому что, опять же, сотрудникам нужно учиться, лечиться, жить, отдыхать и вести здоровый образ жизни. То есть вот такие вот комплексные уже на уровне частного государственного партнерства решения, они просто становятся необходимостью. Это уже никакая не инновация в комплексное освоение территории. Это уже, скажем так, такая практика, которая показала свою результативность. То есть совсем коротко, если резюмировать, да, вот эта вот пятилетка развития, это не про то, что нам нужно построить пять новых заводов и три миллиона квадратных метров жилья, а это про то, чтобы создать комфортные условия, комфортную среду обитания для всех. Да, да. Спасибо вам большое. Я напомню, это была программа «Разговор с главным» на четвертом канале. И сегодня у нас в гостях была вице-президент областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева. Редактор субтитров А.Семкин